ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ ВОСТОЧНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ Пора по парам. Жители Амурской столицы и их лохматые питомцы пробежали по 1600 метров в темноте. И вернемся к Восточному экономическому форуму. Его второй день начался для главы при Амуре со встречи с коллегами из других регионов. С руководителем Якутии Василий Орлов обсудил перспективы строительства ЖД моста через Амур в районе Джолинда-Махе. Договорились развивать и внутренний туризм, разрабатывать новые совместные маршруты. Кроме того, губернатор подписал соглашение о сотрудничестве между Амурской областью и Кузбассом. Глава Кемеровской области поддерживает развитие межрегиональных связей. Василий Орлов отметил, эта договоренность даст дополнительный толчок к развитию регионов. В трехгодичный план сотрудничества входит развитие жилищно-коммунального и дорожного комплексов, сферы строительства, транспорта и связи, сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Стало известно и о том, что в Приамуре планируют возвести две крупные теплицы в Чигирях и вблизи Циолковского. Сдать объекты хотя до 2025 года сообщил инвестиционный портал области. Продолжаем. Власти Благовещенской работают над проектом ремонта перекрестка Горького Лозо. Он станет узловым, когда откроется новый автомобильный переход через Зею. Пока же преображается сама магистраль в этом году от театральной де Лозо в рамках нацпроекта БКД. На каком этапе строители и чем будет отличаться дорожное покрытие улицы от остального в городе, расскажет Кристина Слепцова. Переодеваться в новый наряд Горького помогают десяток дорожных рабочих и несколько спецмашин. С высоты птичьего полета видно улицы, одежда очень идет. На отрезки от театральной до политехнической два слоя асфальта уложили полностью. От политехнической до Чайковского заканчивают. Обычно это говорит о практически завершенном преображении проезжей части. Но не в случае с этой улицей. Второй слой здесь не финальный. При разработке проекта дорожную одежду на Горького решили усилить. На протяжении от театральной до Лозо ее уложат в три слоя. В первую очередь это обусловлено тем, что магистраль примет большой поток автотранспорта, в том числе и грузового. Ведь новый автомобильный мост Черезею выходит именно на улицу Горького. Вообще ремонт Горького подрядчик разбил на четыре этапа. Первые два – от театральной до политехнической, от политехнической до Чайковского – завершить полностью специалисты асфальта планируют до конца сентября. Ту часть, за которую они ответственны по контракту. Ведь на магистрали трудятся сразу несколько организаций. Строители, которые занимались инженерными сетями и ливневкой, на днях передали третий участок для обустройства проезжей части – от Чайковского до Пушкина. Здесь демонтируют бортовой камень и старое покрытие. Завершающий этап у нас будет от Пушкина до Лозо. Там сейчас работают смирные организации по устройству сетей. Туда мы сейчас пока зайти не можем. Зайдем после передачи строительной площадки. Как рассказали подрядчики мэру Олегу и Мамееву, работы идут синхронно. Ведь кроме дорожной одежды и подземных сетей, на отрезке Горького от Театральной до Лозо строят канализационный коллектор для ливневых вод, модернизируют освещение в рамках концессионного соглашения, обустраивают тротуары, газоны. Есть небольшое отставание от графика, но на сроки сдачи объекта – это конец октября – это не повлияет. К слову, работы по ремонту инженерных сетей зайдут дальше Лозо, в сторону Партизанской. Но дорожную одежду там будут обустраивать в следующем году. Все эти работы проводят в преддверии сдачи нового автомоста через Зею. Перекресток Лозо и Горького будет таким узловым перекрестком. Часть потока грузового будет уходить по Лозо в сторону Северной. Поэтому сейчас мы делаем проектную документацию как раз на устройство этого перекрестка с дальнейшим ремонтом моста через Бургухановку в районе Лозо и уходом на улицу Октябрьской и Северной. Напомним, тестовое движение по новому автопереходу через Зею строители обещают запустить в сентябре 2023-го. На прошлой неделе случился один из самых важных этапов строительства моста – стыковка. Ожидается, что после того, как переправу откроют, старую удастся разгрузить на 40-60%. Кристина Слепцова, Дмитрий Тарасов, программа «Город». Какие битвы помнит Вторая мировая война и кто из военачальников участвовал в них? Свои знания о событиях 1939-1945-х годов благовещенцы проверили в рамках Всероссийской исторической акции «Диктант Победы». В этом году к ней присоединились не только учебные учреждения, но и силовые структуры. На одной из площадок работала наша съемочная группа. 1418 страшных кровопролитных дней. Больше 40 миллионов погибших жителей СССР. Эти события забыть невозможно. Детали, важные битвы, имена героев ежегодно вспоминают участники «Диктанта Победы». Дарина Подколзина узнала об акции от учителя истории. Вообще, девушка признается, это не первая попытка проверить свои знания. В прошлом году она также подавала заявку. Да, нас попросили подготовиться. Ну, прочитала учебник, какие-то статьи читала про Великую Отечественную войну. Скидывали ссылку, тоже тесты проходила. Решить можно. А у него сейчас вопросы? Нет. На решение 25 заданий разного уровня сложности участникам «Диктанта» дают 45 минут. Цель акции – не только выявить сильнейших, но и повысить уровень исторических знаний. Обязательно для того, чтобы наши дети и следующее поколение знали историю, запоминали ее хорошо и передавали через поколение в поколение. Подвиги наших дедов, предков. На площадке регионального управления Росгвардии «Диктант Победы» прошел впервые. К акции здесь присоединились школьники из кадетских классов и сотрудники ведомства. С этого года мы наблюдаем наибольший интерес сотрудников, военнослужащих Росгвардии, именно участие в данной акции. Спустя уже три года участия в этой акции наши сотрудники повышают свои знания в области истории, в области Второй мировой войны, в области военных действий тех лет. «Диктант Победы» проводят с 2019-го. В этом году акцию приняли в 42 странах мира. Только в Преамуре параллельно работали 150 площадок. Екатерина Борисова, Сергей Варавка, Максим Яценко, программа «Город». Почтили память героев-благовещенцы не только письменно, но и вокально. Песни, пробирающие и исполнителей, и слушателей до мурашек, прозвучали на набережной Амура. Одна из горожанок, вдохновленная подвигами дедов и прадедов, написала стихотворение. С наступлением сумерек жители Амурской столицы зажгли пять сотен свечей на площади Победы. Мне кажется порою, что солдаты скрывали непришедшие полей. У нас много... Хорошая песня, очень сильное средство, говорил один из своих врачей в госпитале, удивляясь, мы с того выздоровление солдат. Есть множество документальных свидетельств о том, что бойцы шли в атаку, выгрепленные строки, любимых песен. Смотреть без жизни, без такого внутреннего впечатления. Я влюбленный, не смущенный пред тобой, гром зеленый, да гром кудрявый, да разгулявый зон. Мы сами поем в антамбле песни казачьих, и поэтому нам это близко к сердцу. Отдаем дань памяти героическому подвигу нашего народа. Мой отец воевал, ждали его с войны, у нас была большая синяя. И были, конечно, очень рады, когда сказали день победы. Мы все плакали. Ты же выжил, солдат, хоть сто раз умирал. Трепет и комфор, и чувства, которые ни с чем не сравнить. И можно посмотреть в глаза и лица зрителей, понимая, что ту историческую память, которую настолько сегодня приходится отстаивать, Ее нужно хранить и передавать из поколения в поколение. Берег левый, берег правый, посреди Амур-река. Был когда-то день кровавый, он остался на века. Память будет, не забудет, тех тяжелых горьких дней На алтарь свободы общей посылали сыновей. О другом трагическом событии, захвате террористами школы Беслана, накануне вспоминали в 22-й школе. Ученикам и педагогам сотрудники регионального ФСБ напомнили, как вести себя в чрезвычайных ситуациях. Там, где есть возможность, проводим мы. Там, где нет возможности, мы специально раздаем необходимый материал непосредственно директорам школы. В каждой школе есть преподаватели ОБЖ, так называемого предмета, которые, пользуясь нашим материалом, точно так же проводят подобные лекции, инструктажи. Ученикам 7-8 классов рассказали о трагических событиях сентября 2004 года. Тогда террористы захватили больше тысячи людей в школе Беслана. Больше 300 человек погибли. Показали школьникам видеоролик, в котором подробно рассказано, как вести себя в опасных ситуациях. Юные благовещенцы поделились, такие мероприятия полезны. Целью того, чтобы объяснить людям, что такое терроризм, не надо этим заниматься и как действовать при таких ситуациях. Должны проводить довольно часто, потому что многие люди забывают об этом. Благовещенцев призывают срочно привить домашних животных от бешенства. После случая с горожанкой, которую укусила зараженная летучая мышь. Ее девушка подобрала, чтобы спасти. Пострадавшая обратилась в травмпункт. Летучую мышь отправили на исследование в ветлабораторию. Там подтвердили у зверька бешенство. Укушенные благовещенки оказали помощь. Чтобы избежать распространения бешенства, горожан призывают срочно привить домашних животных. Процедура бесплатная. Проконсультируют по номеру 33 38 86. Далее новости тоже про животных, но позитивные. Фонарик на лоб, поводок к поясу и побежали. В областном центре впервые в темное время суток прошли соревнования пока не кроссу. Это дисциплина, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена. Сколько благовещенцев решились на ночные гонки с собаками и какая трасса их ждала, знает Сергей Варавка. Вдоволь поваляться с питомца перед пробежкой. Не только ради удовольствия, чтобы набраться сил. Впереди настоящее испытание. Евгений Десятников решил поучаствовать в состязаниях, чтобы отлечься от работы и ежедневной рутины. Тем более, благовещенц подготовлен спортивно, любит собак, но завести свою не может. Мне предоставят собаку. Сейчас она должна с минуты на минуту приехать. Познакомлюсь с ней, найдем общий язык и побежим уже в путь. Только положительную. Они всегда дарили мне радость жизни. Хотели бы завести? Ну, хочу, но у меня аллергия на собак. На старт! Внимание! Марш! Вперед! Стартуют участники каждые 30 секунд. Выдерживают паузу, чтобы лохматые путеводители не отвлекались друг на друга. Преодолеть каждой паре предстояло 1600 метров. Диана Зотина с Байкалом готовились к состязаниям все лето. Результатом осталось довольно. Ой, великолепная просто. Как бы и не такая сложная. Ни разу не упала. К удивлению. Все было хорошо. Вообще все прекрасно прошло. Правда, мы уставали порой. Давали отдышечку. А как Байкал себя чувствовал? Байкал несся. Даже не думал про меня в этот момент. Он в этот раз решил, что он бежит один. Соревнования ночная миля 2022 пока не кроссу в рамках губернаторского гранта «Собака и я. Спортивная семья» в городе прошли впервые. Темное время суток выбрали не просто так. Для забега с собаками необходимо, чтобы температура воздуха была не выше 15 градусов. Подходящие для соревнований трассу нашли на базе «Динамо». Определенные требования были и к участникам. Чтобы собаки были привиты, во-первых. И возраст участников 18+. Если в дневные соревнования мы проводим, там у нас и юношеские старты, и детские старты есть. То сейчас, конечно, мы только взрослые. Бегут спортсмены. Особо профессионалов у нас нет. Потому что у нас в основном любители. То есть у нас как бы мы развиваем, популяризируем этот спорт и привлекаем сюда всех желающих. Всего в состязании поучаствовали 23 благовещенца. Большая часть женщины. Следующие соревнования, но уже дневные, планируют провести в октябре. Сергей Варавка, Максим Яценко. Программа «Город». Другой четвероногий прославился на всю страну своим студенчеством. Популярный кот из Дальгау выбрал победителя в фотоконкурсе «Лето с Сажиком». Три месяца участники конкурса искали черного усача на территории вуза и делали с ним фото. При этом обязательным условием было погладить кота и назвать его красавчика. Уважили Сажика 15 человек. Отбор победителей мы проводили в два этапа. Двух победителей выбрали с помощью голосования на нашей странице ВКонтакте. И третьего выбрал сам Сажик. Мы устроили кошачью лотерею. Лотерея пришлась Сажику по душе. Перед ним поставили 13 мисок с кормом. Выбор кот сделал незамедлительно. Всем участникам достались поощрительные призы, магниты с изображением почетного студента. Трем победителям кружки с фото знаменитого усача. Юная Благовещенка забила первый гол за столичное «Динамо». В знаменитый клуб 12-летнюю Милану Соболеву пригласили в прошлом году. Тогда тренер заметил талантливую футболистку. С прошлого месяца она живет и тренируется в Подмосковье. Пожелаем нашей землячке дальнейших успехов. Я же с вами прощаюсь. Больше новостей в наших соцсетях. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова